Я по натуре своей, по образу жизни, патриот своей Родины. Когда меня бы попросили сказать два слова о себе, Я рассказал бы о России, чья боль живёт в моей судьбе. Здесь каждая весна красива, загадка каждый человек. Себя не мыслю без России, и полей, лесов и рек. Я брежу в городе деревней, на юге плачу без берёз, И вряд ли может быть напевней, коров мычанье в утро рос. И если бы меня спросили, то я признался не греша, Что сердце у земли Россия, она же есть её душа. Мне кажется, он начинал ещё в школе, Но потом жизнь так закрутила, что было не до поэзии. И вот когда он опять вернулся к поэзии, начал писать, Ему действительно было что сказать. Это было на реке Воронка, близ Ясной Поляны. Там я принял водное крещение. И это событие стало чертой, разделяющей мою жизнь На жизнь светскую без Бога и жизнь с Богом. Мои родители были воспитаны в советском духе, В духе партийной идеологии. И никогда я не слышал от них слов о Боге. Только в конце жизни, когда отцу было уже 80 лет, Он вдруг решил и Библию читать, И бывал даже на богослужениях. И часто, очень часто упоминал имя Бога. А мама моя, она не говорила о Боге, Но она душой своей была очень доброй, отзывчивой. Словно бы в ней частичка какая-то дух святого была, Я это замечал. Если бы они попали в наше время, когда свободна стала религия, То, конечно, они стали бы верующими. А в то время, во времена советские, Тогда это было чревато. Стоило только сказать что-то о Боге, Как сразу можно потерять было работу. Именно в Боге он нашел для себя ответы на многие вопросы. Своей души метущейся, вот ищущей. Он обрел для себя в нем новый смысл своей жизни. И это вдохновило его. То, чтобы продолжать дело, которым он посвятил свою жизнь. А это журналистское дело. Я стал журналистом, работал в районных газетах, В газете Тульского оружейного завода, В молодой коммунар, областная газета. То есть в региональной прессе. И вся моя работа была направлена на то, Чтобы проповедовать идеологию партии тогдашней. Там было очень много лжи. Все строилось на том, чтобы преподнести величие партии. Бывало так, что приходилось мне ездить в деревни. Я беседовал с колхозниками, с доярками, с водителями. И для того, чтобы показать, что они счастливы, Мне приходилось как-то приукрашивать свои статьи. И я тогда еще задумался, зачем нужна такая идеология, Которую встречают без любви народ. И тогда я попытался писать правду. Практически в каждой статье я пытался как-то показать действительность, Какая она есть. Эта правда, конечно, была неприятна партийным работникам. И они мне неоднократно на это указывали. Я вспоминаю, как работал в Арсеньевском районе Тульской области, Редактором газеты районной. И моя правда до такой степени мешала партийным работникам, Что они собрали бюро райком партии, указали мне на это, Предложили мне покинуть пост редактора газеты. Что я и сделал. Но, оказывается, все это распространилось еще дальше. Приехав в Тулу из района, Я пошел в сектор печати обком партии, чтобы найти новую работу. Но мне сказали, что работы в Тульской области для меня не будет. Потому что я скомпрометировал себя. Конечно, это был горький период. У меня все-таки журналистские способности были. Я отмечался грамотами неоднократно. И тут оказался выброшенным из этой жизни. И тогда встретились с меня хорошие люди. Это было на Тульском оружейном заводе. И мне приняли в газету Тульского оружейного завода «Ударник». У нас был небольшой коллектив, дружный коллектив. И вот Валерий Григорьевич, в то время, мы когда с ним познакомились, мне тогда он запомнился тем, что он писал интересно. Берет какую-то информацию и пишет. И обязательно, чтобы она была интересна. Чтобы было читателям интересно прочитать все это. На злобу дня он пишет. Или о человеке. О человеке он какую-то черту характера берет и описывает ее. Показать человека разносторонне. И в то же время, чтобы это было интересно. Не просто, как обычно. Много о людях мы писали. Там и разные материалы были. А если он, допустим, соревнования какие-то проходит, или на лыжне установится, то такое ощущение, что он на этой лыжне сам бежит. Он репортаж с лыжней прям пишет. То есть у него неожиданно были такие материалы. То есть он искал всегда изюминку. В 1991 год, когда я принял водное крещение, был особенным еще и потому, что буквально за несколько месяцев до крещения я выразил те чувства, которые во мне были. И подал заявление об исключении меня из партии. И написал в связи с тем, что я не согласен с политикой. Ну, тут, конечно, мне пожурили здорово. Чуть с работы опять не уволили. Но на оружейном заводе более прогрессивный народ. Много очень верующих. И поэтому я остался в этом коллективе. Я болен нежностью к тебе. Когда глаза твои увижу, То забываю о себе. И только лишь любовью движим. Я болен милостью к бомжам, Бродящим, хмурый, усталым. И мне всегда бывает жаль Их преждевременную старость. Я болен страхом умереть Больным и немощным в постели, Когда воспримут мою сметь Обычной жизненной потери. Мне не мешает в тишине Призывный колокола звук. И я болен всем, что близко мне. Я болен этим и живу. Валерий Григорьевич – друг, товарищ, учитель, поэт. С Валерием мы знакомы давно, лет 20, наверное, Пересеклись на теннисных площадках, Потом по бильярду он стал моим первым учителем. И только потом я узнал, что Валерий Григорьевич – поэт. Вот только в конце трудовой жизни, уже в 60 лет, Я понял, что все-таки это мое призвание – писать стихи. И вот я их активно пишу. Это как бы у меня вторая, Но трудовая жизнь не назовешь, Но продолжение ее, конечно. Человек целеустремленный был. И у него, как я начал читать свои какие-то стихи, У него получились какие-то с религиозным уклоном, Допустим, какие-то духовные получились. Я смотрю, у него глубина пошла. Глубина, которую я раньше не замечал. Мы все писали шаржи, Что-то интересное, веселое, Друг на друга и так далее. Поздравительное просто. А тут что-то пошло глубина. И вот эта боль за те церкви, которые были разрушены. И у него не было норовоучения никакого, Что вот это плохо, а вот это надо вот так делать. Никоим образом. Он просто констатирует факт, И говорит, что жаль, что вот так вот, Что куда катится мир. Ему больно было за Россию, То есть за то, что творится. Вот что главенствует в моей вере в Бога, Это, наверное, любовь душой, А не только осознание его разумом. Многие люди, конечно, больше Бога знают разумом. И не приняли его в душу. Для меня главнее, чтобы он в душу мою вошел. Что происходит в душе человека, знает только Бог. Именно он укрепляет душу. Я много стихотворений написал на эту тему. Одно так называется «Душа». Душа не маятник часов, Ей не присуща соразмерность. То вспыхнет от горячих слов, То потеряет свою верность. Душа не маятник часов, Она бывает то нежна, То растревожена слезами, И вечно в поисках она Того, Что не познать глазами Душа. Душа, душа, душа. На эту песню у меня сразу родилась мелодия. Валерий Григорьевич очень гибкий в этом оказался. Любое мое предложение он принимал, В общем-то, безоговорочно. Поэты, которые пишут на духовные темы, У них сознание, Ну, скажем так, Они религиозны, да? Но достаточно узко, Узконаправленная у них поэзия. У него, конечно, Широкий спектр тем, Мыслей, Ну, потому что, конечно, Он член СССР журналистов, Валерий Григорьевич. Журналисты, они имеют определенное мышление, Мы знаем, да? Валерий, значит, Находит сюжеты для своих стихотворений В окружающем пространстве нашего города. Например, старые дома, Тульский парк, Деревья, кошки, Подземный переход, Настольный теннис, Футбол. Казалось бы, вещи обычные, Никто их не замечает, Но Валерий находит какую-то изюминку, Что-то необычное у них. Я вообще-то не мысляю, Чем бы я занимался, Если бы я не писал, Я даже не представляю. Ну, занимался я прежде, там, Настольным теннисом, Бильярдом. Но это все не то. Это все для удовольствия. А есть вот особое состояние, Когда ты думаешь душой, Когда уходишь в то состояние, Которое, может быть, даже бывает и оторвано от жизни. Своё назначение в этой жизни Валерий выразил в небольшом стихотворении «Я, может, вам неинтересен». «Я, может, вам неинтересен, И скучным многим покажусь, Но мир моих стихов и песен Для вас уютным будет пусть. Мои застенчивости и скромности С больной совестью дружны. Я ни с врагом, ни с братом кроном, Не знал ни ссоры, ни войны. Я мягкотелом слыл пред вами. Была мне жалость по душе. Наверное, я подобен маме, Которой нет давно уже. Да, я не лидер, ни кумир ваш, Ни льстец и льготы не прошу. И счастлив, коль дарю свой мир вам, А не в себе его ношу». Я когда-то заканчивал институт Марксизма-ленинизма, Факультет научного атеизма. Пошел на атеистический факультет, Чтобы что-то узнать о Боге. Так что вот так как-то перекрещивается Моя партийная жизнь С религиозной жизнью. Я не побоюсь назвать это жизнью, Потому что это не мгновение, А где-то 25 лет я уже живу с Богом. Я узнал о Боге в Таллине. Там очень много костелов. И вот я раза два, наверное, Ходил в костел на богослужение. А в этих костелах Не только католики Проводили служение, но и баптисты. Я попал на служение к баптистам В этот католический храм. Меня, конечно, поражали Эти богослужения. И вот однажды, когда оно закончилось, Одно богослужение, Я подошел к служителю И попросил у него Библию. И он подарил мне Библию небольшую. Это была первая Библия В моей жизни. Время было, наверное, Где-то уже 12-й час. Мне надо было спешить, Пока транспорт ходил. Но вот этот вот Подъем в душе, Вот это ликование, Когда я шел по городу С Библией. Было что-то Сравнимо с какими-то Небесными ощущениями. Я просто летел, Я прыгал каким-то Двухметровыми шагами. Я радуюсь жизни, Я радуюсь вере, С которой живу И которой дышу. Я буду терпением Трудности мерить И слушать Христа Сквозь навязчивый шум. И будет душа моя Чаще в полете, Чем в грустных желаниях Роптать на судьбу. А вы свою веру С собой возьмете Туда, где безумствует Денежный бун. К чему в темноте Заливаться слезами, Выплескивать в чувствах Иголочки слов. И я не собою, А верою занят, Пытаюсь добром Заменить чье-то зло. Валерий Григорьевич Очень скромный человек. Очень скромный человек. Человек отзывчивый, Незлобивый. Я не помню, Вот чтобы он когда-то На кого-то повысил голос. Когда-то вот Вышел из себя. Я не знаю его Гневающимся. Очень смиренный, Кроткий, Кроткий, Боголюбивый человек. Вот таким он остается В моей памяти. У него доброта идет. Даже то, что что-то разрушено Где-то, это же можно восстановить. У него луч света В темном царстве, Как говорится. И у меня еще была Огромная собака, Которая его очень любила. Настолько, Валера, скажу, Она меня несла К нему домой. Удержать я не мог, Втыкалась ему в живот И все, Оторвать ее Невозможно было никак. Доброту можно сохранить Только общаясь С Богом. Вот это истинная правда. Это глубочайшее Мое Понимание. Сколько людей я встречал И понимал, Что вся их доброта, Все их поведение, Вся их любовь от Бога. Да. Родня от Адама. Все мы. Имя всем нам одно, Человек. Да, пришли в Хана На земли И прижились на них Вовек. Но одно, Безусловно, верно. Бог нас в духе Связал своем. Пусть Адам На земле был первым, Мы же Богу Хвалу поем. Я не против Родства со всеми, И грехи готов принять, Коль я тоже Господне семя. И Он любит, Как их меня. Мы подобие И образ Бога. Он лоза, Мы ветви Творца. Нас роднит Христос и Голгофа, Руки мамы И руки отца. Самым главным В жизни Я считаю То время, Когда я нашел Бога. Когда я его нашел, Я понял, Что первая половина Моей жизни Была хранима им. Потому что Столько было Случаев, Когда я мог погибнуть. Где-то я насчитал Около десяти раз, Когда я мог погибнуть. И попадал В аварии, И Другие были Случаи. И в реанимацию Попадал С проводной язвой. То есть Я понимал, Что для чего-то Господь меня хранит. Господь не только Хранит, Но Он и готовит Для чего-то. Когда Валерий Григорьевич Пришел в церковь, Это как раз таки Было Время Небывалой Свободы. Свободы слова, Свободы мысли, Свободы Религиозного Вероисповедания. И Валерий Григорьевич Вот в это время Открывшиеся Возможности Для Благовестия Он Себя Реализовал Как Талантливый Журналист. Он Редактировал Целый ряд Журналов, Газет. Используя Христианскую Периодику, Он По сути дела Нес людям Живое Божье Слово. Вселял В сердца Людей Надежду На Какие-то Перемены К лучшему В их жизни. Так как Он Вы знаете Был главным Редактором И Редактировал Многие Журналы Христианского Направления Я их все Читал И я думаю Что он Очень Очень Талантлив В этом Очень Талантлив И я Всегда С удовольствием Читал То Что он Об этом Пишет Я Начал По-иному Мыслить По-иному Понимать Жизнь Если раньше Мне казалось Что Человек Правит Этим Миром То Потом Я понял Что Правит Им Бог Не силы Строится Судьба А волей Божьей Мне ранг Духовного Раба Всего Дороже Да Коли Будем Говорить Что Мы Как Боги Не Нашей Силою Горит Огонь В чертоге Не Нашей Воле Моря Легли На Землю Не Нами Алая Заря Зажглась И дремлет Все Есть Дыхание Творца Его Мы Дети Не Мы Достойны Жить В дворцах На Белом Свете Не Силой Строю Я Судьбу Молитвой Строю Мне Вифлеемская Звезда Звезда Героя Уйдя На Пенсию В 2008 году Я Полностью Посвятил Себе Поэзии Мне Хотелось Писать Я Быстро Написал Первую Книгу Она Называется Лаза И Ветви Вот Это Вообще Новый Термин Я Такого Не Слышал Я Сам Придумал Поэтическая Публицистика Почему Я Именно Так Назвал Потому Что Все События Которые Были В моей Жизни Я Наверное Обо Всех Событиях Написал И Все Это Пытался Сделать В Художественном Стиле Как То Вот На памятнике Толстого Здесь В Туле Где он Идет По парку Там На постаменте Написано Весь я Выражен В своих Произведениях То есть В своих Произведениях Я Выразил Себя Вот так Наверное Я попытался Сделать Выразить Себя В своей Книге Вот Лаза и Ветви И опять-таки Это Наверное От Толстого Исходило Последующие Книги Они уже Стали Более Духовные Более Так сказать Профессионально Сделаны В течение Десяти лет Я написал Четыре Книги Прилепилась Душа моя К Господу Долгим Был Ее Путь К небесам От грехов Отказаться Непросто Я не смог Бы Очиститься Сам Этот мир Не приветствует Святость Правит Обществом Деньги И зло Но всегда Велика Вероятность Исцелиться Духовностью Слов Средь Библейских Историй Истин Пища Есть Каждой Грешной Душе И летят Христианские Листья И ложатся На мир Миражей Потом Проходит Какое-то Время Я понимаю Что можно Эти стихи Предложить Кому-то Почитать Вот Таким образом Я и вошел В интернет Я понял Что эти стихи Приводят К Богу И довольно Многих людей Сейчас Сейчас у меня В друзьях Где-то Может быть Это Не нужна Такая Большая Цифра Но так Получилось Что у меня В интернете На моей страничке Одноклассниках Полторы тысячи Человек Это вот За эти Где-то Десять лет Вот Столько Собралось Людей Которые Читают Мои стихотворения Я Периодически Открываю Одноклассники Читаю Новые стихотворения Очень интересно Очень необычно То есть Я в курсе Всего Его нового Творчества Читая Его стихи Учишься Мыслить О жизни О добре И зле То есть Человек Который пишет Творчески То есть У него Они Ранят душу Они зацепляют Чем-то Понимаете Вот я прочитаю Они цепляют Чем-то Что-то есть такое Он пишет Про людей Вот так как он Журналист был Он писал Про людей Он пишет Про людей Он находит Что-то интересное О несправедливости Где-то О том Что человек То есть Забыт человек Может быть Или не так О нем думают Он пишет Вот об этих людях Тоже Он пишет О природе Он пишет Духовные какие-то стихи То есть Глубокие такие То есть Вот это радует Понимаете Что он Не останавливается На достигнутом Он дальше Дальше вот это Распирает Практически На каждое Стихотворение Где-то Человек в среднем Откликаются Очень много доброго Вот эти вот Добрые слова Конечно Отзывы помогают мне тоже Желание Обратить людей К Богу Наверное Вот и есть Основная тема Вот моих стихотворений Может быть Где-то Несколько сотен человек Писали Что они пришли К Богу И вот Мои стихи Как мне потом писали Как-то заставляли Сердца вот их И души Раскрываться Поэзия Валерия Георгиевича Она помогает Помогает отвечать На эти вопросы На эти такие вот вопросы Ключевые что ли Базовые вопросы Человеческого существования Особенно Когда трудно Человеку Он задает себе Эти вопросы Господи Почему мне так тяжело Почему я страдаю Почему ты это все Допускаешь Допускаешь В моей жизни Вот Где мне искать Выход Любой человек Задается этими вопросами Поэзия Демидова Мне кажется Может помочь Такому человеку Выйти Из Какого-то Душевного кризиса Что ли Из такой тяжелой Жизненной ситуации Потому что Там есть выход Он однозначно есть И Валерий Григорьевич Не стесняясь Говорит О своей вере В Бога Он в свое время Нашел выход В Боге И мне кажется Он помогает Другим Найти То же самое Новый день Будет лучше Чем прежний Если искренне Верить И знать Что заполнит Духовные бреши У нас Господь И земная весна Отживем Отскорбим Отболеем Мы свой век На греховной земле И небесным Незримым Елеем Бог Помажет Цепь Прожитых лет Вот я понимаю Что Дается Все Богом В каждом человеке Заложены Какие-то способности Какие-то таланты Богом заложены Кто-то увидел Эти способности Смог их развить Хочется пожелать ему Не сбавлять обороты Постоянно Чтобы он хотя бы Раз в неделю Выставлял Выкладывал там Новые стихи свои Радовал Читателей Валерию Григорьевичу Желаю Здоровья И многое Лето Кроме слов Бог Господь Произношу имя Иисуса Христа Собственно Иисус Христос Вот своей Смертью Своей жизнью Он и затронул Душу мою Я Думаю Что без понимания Иисуса Христа О его роли Вот невозможно Понять В целом Образ Бога Который Тривидит Никогда не сомневался И не буду сомневаться Как делают некоторые В том Что мы все Зависимы от Бога Зависимы в такой степени Что Не зазорно Принимать Смирение Покаяние Наоборот Смирение Покаяние Укрепят нас То есть Жизнь с Богом Это и есть Настоящая жизнь Здесь На земле Я считаю Что Без Бога Не было бы Толстого Без Бога Не было бы Других Великих людей Даже в периоды Безверия И то Господь Давал людям Такие таланты Такие способности Которые приводили Их В число Великих людей Нашего общества Мне трудно Говорить на эту тему Потому что Душой я Очень много Понимаю А вот Выразить в словах Это трудно Вообще Выразить Состояние души В словах Это практически Наверное Невозможно Душа Будет Всегда выше Всяких слов Всяких Рассказов Душа Незримо Рвется Ввысь Ей Мало Места В бренном Теле И вот Уже Иная Жизнь Ее Земную Сущность Стелит Две Ипостаси У Христа Божественная И Человечья Вот и Душа Стремится Стать Достойной Для ухода Вечность Душа 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 Продолжение следует...